Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы поговорим о перспективах российского рубля на 2020 год. Итак, прошедший 2019 год был крайне позитивным для курса российской валюты. Если 2019 год мы начинали с курсом рубля по отношению к американскому доллару в районе отметки 69 рублей за доллар, то конец 2019 года мы уже наблюдали курс доллара в районе 62. Это очень существенное укрепление российской валюты и многие сейчас начали такие прогнозы, предсказания давать, что чуть ли мы сейчас не упадем ниже 60, уйдем на 50. А некоторые аналитики, эксперты, ну где-то в шутку, а где-то и всерьез говорят о курсе доллара в 30 рублей за одну единицу американской валюты. Что ж, давайте разбираться. Основной причиной роста российского рубля в 2019 году стал общий позитив на мировых финансовых рынках. Росамериканский фондовый рынок, российский фондовый рынок вслед за американским обновлял свои исторические максимумы. И это, конечно же, подогревало интерес иностранных инвесторов покупки российских активов. Но чтобы иностранным инвесторам покупать российские активы, российские акции, российские облигации и так далее, им нужно американскую валюту поменять на российские рубли, а потом уже покупать российские облигации, акции и так далее и тому подобное. Соответственно, вот этот фактор был крайне позитивным для курса российской валюты в 2019 году и этот же фактор является самым страшным для курса российской валюты в наступившем 2020 году. Все дело в том, что в 2020 году многие участники финансового рынка ожидают кризиса, падения фондовых рынков, ну или как минимум коррекции. Это не связано с самыми разными факторами. Это и замедление темпов роста мировой экономики, и перегретость рынков, и выборы в США, конечно же, один из ключевых факторов в этом смысле. И если эта коррекция или разворот на финансовых рынках в мире начнет происходить, то, соответственно, начнут падать вслед за американским рынком и российский рынок, и другие рынки развивающихся стран, и, безусловно, скажется это негативно на курсе отечественной валюты. Второй фактор, который может сыграть злую шутку с российской валютой, это цены на нефть. Да-да, я прекрасно знаю, что сейчас рубль уже не так сильно связан с ценами на нефть. Но представьте себе ситуацию, что если на международных финансовых площадках начнется падение, начнется коррекция, начнется какой-нибудь очередной кризис и так далее, что будет с нефтяными котировками? Очевидно, они будут снижаться. И это будет таким двойным ударом по российскому рублю. И если сейчас у нас действует бюджетное правило, в соответствии с которым любые доходы от продажи нефти свыше 42 долларов за баррель направляются на покупку американской валюты, и фактически все, что выше 42, для нас уже безразлично, какая будет стоимость барреля. 42, 45, 50 или 100 долларов за баррель не имеет никакого значения. На курс рубля это существенного влияния оказывать не будет. Но поверьте мне, если баррель нефти начнет дешеветь, то это вызовет существенную беспокоенность среди инвесторов. И они начнут избавляться от российской валюты, начнут уходить в американский доллар. И поэтому это второй фактор, который может нанести такой двойной удар по российскому рублю. Третий фактор очень простой и всем известный. Это банальная история. Возьмите график доллар-рубля за последние 10 лет. Возьмите график доллар-рубля за последние 20 лет, за 30 лет возьмите. Что мы там с вами увидим? Однозначно мы увидим одну и ту же картину. В долгосрочной перспективе рубль постоянно снижается. Если мы сейчас говорим о том, в какой валюте выгоднее хранить свои сбережения, в рублях или в американском долларе, то, конечно же, на длинной дистанции хранение денег в долларах это гораздо более оправданное решение. И поэтому чисто исторически российский рубль, скорее всего, дальше будет продолжать дешеветь. Может быть этого не случится конкретно в 2020 году, но это случится в 2021, 2022, 2023. И если вы сейчас рассматриваете вопрос о том, куда мне вложить, в какую валюту мне вложить свои деньги, в какой валюте мне хранить сбережения, то, конечно же, очевиден ответ. Это американский доллар. Четвертый фактор также отчасти связан с историей. Нам сейчас со всех сторон говорят о том, что рубль растет, российская валюта имеет потенциал для укрепления и так далее и тому подобное. Но можно ли назвать это все ростом? На мой взгляд, это скорее не рост, это скорее всего все-таки стабилизация. Вот давайте посмотрим на последние периоды, когда российский рубль существенно снижался. Это период 2008 год, когда случился международный экономический кризис, и 2014 год, когда Крым стал нашим, на нас повесили санкции, и, соответственно, у нас все начало бурно снижаться. Что было после 2008 года? В 2008 году рубль резко упал, или давайте будем говорить наоборот, что доллар вырос. Вырос доллар, после этого неминуемо была коррекция, потом несколько лет было стабилизации, и после этой стабилизации наступило что? Опять доллар начал расти, но рубль, соответственно, начал падать. И это уже случилось, соответственно, началось в 2011 году, потом было падение и в 2012, и в 2013. В итоге в 2014 году мы увидели очень существенное падение российского рубля, ну или рост американского доллара, кому, опять же, как удобнее. Сейчас что мы видим? Мы наблюдаем всю ту же самую картину. В 2014 году был резкий взлет курса доллара, потом неминуемо случился откат. На данный момент мы наблюдаем стабилизацию, а после этой стабилизации что будет? Опять же, случится какой-нибудь кризис, какой-нибудь катаклизм, и неминуемо российская валюта будет вновь снижаться, курс американского доллара будет расти. Для того, чтобы разглядеть все эти тенденции, не нужно быть магом технического анализа, не нужно быть трейдером или профессиональным инвестором. Для этого достаточно просто взглянуть на график доллар-рубля, посмотреть на даты, посмотреть на цены, рассмотреть, собственно, динамику, и все становится абсолютно понятно и четко, как белый день, что в долгосрочной перспективе, после текущего периода стабилизации, вопрос, конечно, в том, сколько он продлится. Вновь наступит период, когда отечественная валюта начнет снижаться под действием каких бы то ни было, как правило, внешних факторов. И вот самый главный вопрос о том, что нас ждет в 2020 году. Все-таки это период стабильности, когда у нас не будет каких-то существенных катаклизмов, или же все-таки 2020 год это реальный риск, и пока большая часть участников рынка все-таки склоняется к тому, что 2020 год это риск для мировой экономики, это риск для мировых финансовых рынков, и как следствие это риск для российского рубля. Соответственно, в 2020 году для рубля есть два сценария. Первый сценарий это продолжение периода стабилизации. И тогда, вероятнее всего, курс доллара будет держаться в диапазоне от 60 до 65. Как действовать в этом случае? Очень просто. 60 покупаем, 65 продаем, и, в общем-то, зарабатываем на таких вот относительно небольших колебаниях. И второй сценарий это сценарий в случае реализации каких-то внешних рисков. Это какие-то шоки, связанные с выборами в Соединенных Штатах Америки. Это падение американского фондового рынка. Это какая-нибудь очередная война на Ближнем Востоке, или что-нибудь в этом духе. Вот это уже может привести к более существенному падению российской валюты, росту американского доллара. И тогда, прощай, стабилизация 65, 68, 70 рублей за доллар, я думаю, нам как минимум будет точно обеспечено. Но, соответственно, какой из сценариев будет реализован в 2020 году, это покажет время. И поэтому это видео, наверное, будет смысл еще раз пересмотреть в конце 2020, для того, чтобы, собственно, посмотреть, сбылись или не сбылись наши с вами прогнозы. Свой прогноз напишите в комментариях, что вы думаете по курсу российской валюты. Поставьте лайк этому видео, если мои рассуждения были для вас полезны и интересны. А если вы впервые на нашем канале, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. С вами был Глеб Задоя. Всем успех. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok